Светлые гости на Светлом радио Светлые гости на 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 Светлые гости о которых вы как-то нам уже рассказывали. В каких странах вы были? В Польше, в Чехии, в Греции, в Италии, в Франции, в Швейцарии. Я не буду вас расспрашивать, какой стране вам больше всего понравилось. Спрошу, хватит ли пальцев на руках и на ногах для того, чтобы перечислить те страны, где вы побывали. Ну, я думаю, вот руки и еще немножечко ног. То есть третью ногу можно пока не отращивать. Но дальнейшее путешествие в планах, да? Совершенно верно. Владимир, расскажите немного о себе. Какова сфера вашей деятельности? Чем вы занимаетесь каждый день? Ну, или каждый будний день? Моя-то цель в жизни – это служить Господу и тем даром, который он мне дал, которым меня наделил. И это, естественно, учительство. И, собственно говоря, вся моя жизнь, она и построена так, что я готовлюсь к учению, и я учу. Я учу, и я готовлюсь к учению. У каждого преподавателя всегда есть какие-нибудь особо любимые темы. Даже у тех, кто преподает высшую математику. А какие у вас любимые темы? Самая моя любимая тема – это искупление. То есть крест Иисуса Христа, то, что Господь совершил для человечества в смерти, погребении и воскресении. Вот это самая для меня главная и интересная тема. А что крест Христов дал лично вам? Что Христос дал? Да, его крест. Жизнь вечную – это самое главное. Вечность с ним, победу над смертью – огромное количество благословений. Потому что все, что Господь хотел сделать для нас, Он совершил это в смерти, погребении и воскресении. Поэтому это настолько всеобъемлюще, что даже в двух словах тяжело и описать. А вы как-то ощущаете физически все то, о чем вы сейчас сказали? Если говорить о физическом каком-то благословении, то, конечно же, исцеление. Конечно же, Господь, помимо того, что взял на себя наши грехи, Он также взял на себя наши немощи и болезни, так Писание говорит. Поэтому, если говорить о физическом теле, физически, конечно, мы переживаем Его силу, исцеляющую в наших телах. Вы сейчас рассказывали, я подумала, это в самом деле замечательно. Бог взял наш грех, а часто именно грех является причиной болезни, несчастья и недоразумений. И в каком-то смысле Бог забирает грех и забирает все негативное, что мы носим на своих спинах. Совершенно верно. Ну, Писание так говорит. Писание говорит, что болезни и разнообразные проклятия – это причиной их является грех. И Христос, когда взял на себя наш грех, Он также взял и наказание за наш грех. Соответственно, все вот эти вот проклятия, как Писание говорит, что Христос стал проклятием за нас, чтобы мы были благословлены в Нем. Скажите, пожалуйста, эти правильные вещи в вашей жизни, правильные стандарты, по которым вы живете, правильные цели, которых вы хотите достичь, были в вашей жизни с детства? Или настал когда-то момент, когда вы сознательно отдали свою жизнь на служение Богу? Я воспитывался в атеистической семье, поэтому говорить о том, что с детства у меня там какие-то были правильные цели, ну, нельзя. В 16 лет я отдал свою жизнь Иисусу. У меня соседка была верующей, и она, собственно говоря, начала приносить христианскую литературу моей бабушке. Но бабушка не читала эту литературу, читал я. И когда я осознал, что Бог существует, я понял, что игнорировать Его я не могу. Раз Он есть, значит, это что-то от меня требует, какую-то перемену от моей жизни требует. И настал такой момент, что я отдал свою жизнь Ему, и с переменным, правда, успехом, но с тех пор, уже 20 лет, получается, следую за Нем. Но вообще 16 лет, это такой подростковый возраст, это возраст бунта. Возможно ли то, что Вы стали верующим человеком, было неким Вашим протестом против чего-то? Да нет, я не могу сказать, что это был какой-то протест. Вот то, что я Вам, собственно, и сказал, что я осознал, что Бог есть, Он для меня стал реальным. А раз Он реальный, значит, раз Он есть где-то, значит, мне что-то надо. Я же не могу просто так вот продолжать жить, как я жил, осознав, что Он существует. Вот, поэтому я понял, когда я понял еще, что Он возлюбил меня, что Сына Своего отдал, то отдал свою жизнь Ему. Скорее всего, в 16 лет Вы мечтали кем-то стать, возможно, мечтали об этом и немного раньше. Достигли ли Вы сегодня тех Ваших 16-летних мечтаний, или Бог Вам дал что-то совсем другое? В 16 лет, откровенно сказать, у меня до Христа были какие-то мечты, какие мечты могут быть у подростка в то время? Ну, кроме прогуливать занятия? Вот именно, что прогуливать занятия, ничего больше и не было. Вот, в том-то и весь смысл. Вот, и именно Христос дал какую-то цель, дал смысл жизни. Я как-то сразу осознал, что есть призвание на моей жизни именно служить Словом Божьим. Вот, и так постепенно Господь вел и привел в служение. Светлые гости на Светлом Радио Продолжается передача «Светлые гости на Светлом Радио». Сегодня у нас в гостях миссионер, евангелист, учитель Библии Владимир Каратаев. Также мы принимаем телефонные звонки по нашим эфирным номерам 280-03-05 и 280-26-25. У нас есть вопрос. Госпожа Наталья, здравствуйте, приветствую. Да, здравствуйте, это Наталья Евангелист. Я очень рада слышать земляка с лесного массива, активного соработника, коллегу на Ниве Божьей, пастырь Володя. Я вас хорошо знаю. И я как раз закончила библейскую школу, где пастырь Володя был директором в то время. И у меня хорошие воспоминания. Слава Богу за дар Божий. И у меня такой вопрос к пастырю Володе. Верите ли вы, что мы живем в самое последнее время, Иисус грядет очень скоро. И как вы готовитесь к приходу Иисуса? Аминь. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Ну, конечно же, я верю, что Иисус грядет и грядет очень скоро. Потому что апостолы две тысячи лет назад в это верили. Апостолы говорили, что последнее время, и что Иисус грядет. И, конечно же, никто не знает точной даты. Никто не знает, когда конкретно Господь придет. Но Писание нам повелевает ожидать Его постоянно. Поэтому, конечно же, я верю, что Христос возвращается. С другой стороны, Писание говорит о том, что придет конец тогда, когда Евангелие Царства будет возвышено во всех народах. И, взирая на ситуацию во всем мире, на то, сколько еще народов, сколько еще людей не услышали Евангелие, мне так кажется, что еще много работы нужно осуществить, прежде чем Иисус вернется на землю. Мне так кажется, что Господь не допустит, чтобы таковое огромное количество людей ушли в погибель без Него. Поэтому готовиться к пришествию Иисуса Христа именно таким образом и надо, исполняя Его волю, исполняя Его поручения, которые Он дал. А Он сказал, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всякой твари, и идите и научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Прежде чем мы поговорим о Египте и Африке, то есть о тех странах, откуда Вы вернулись сейчас, имеете много впечатлений и готовы поделиться ими с нашими слушателями и зрителями. Давайте немного о призвании. Все-таки Вы подняли эту тему. Я знаю, что когда в эфире заходит речь о призвании, наши слушатели всегда начинают звонить с вопросами. В эфире он и поршунает телефон в Атек. Если пастор приходит, делится словом, все слушают, звонят, потом просят записи и так далее. Как Вы открыли в себе призвание быть библейским учителем? Ну, Вы знаете, у меня как-то это произошло так, что я всегда знал. Вот я пришел к Господу, и у меня сразу возникло желание глубоко изучать Писание. И как-то на личном уровне я сразу стал общаться с людьми, пытаться объяснять то, что я сам понял. Поэтому у меня не было какого-то видения или голоса с небес, или вдруг ангел мне явился и сказал, что ты призван, Володя. А ведь было бы все так просто. Было бы просто все. Но какое-то внутреннее знание, уверенность в том, что Господь имеет какой-то план для меня, именно касательно учения, учительства, то это было всегда. С другой стороны, конечно же, я не понимал, как это будет все происходить, как Господь меня будет вести, развивать меня будет в этом. И скажу так, что первый мой опыт преподавательства, учительства, проповеди был не совсем позитивный. Вам нужно было поставить двойку? Вы понимаете, я тогда был совсем молоденький и худенький мальчик, и меня попросили собрать пожертвования в церкви, и я вышел, на меня все смотрели с такой жалостью. Наверное, набросали еще больше пожертвований. И у меня тряслись ноги, и голос трясся, и заикался я, ну, в общем, как-то тяжело. Вот видите, теперь вы просто муж и учитель. Ну, все мы растем, слава Богу, что как не остановился, что это не травмировало меня на всю жизнь, знаете. Вот, и слава Богу, что он дает благодать. Владимир, ну давайте теперь об Африке. Этой темы тоже многие ждут, зная, где вы были. Расскажите, пожалуйста, где вы были, почему вы там были и что вы там делали? В определенный момент пришло желание внутреннее, или понимание внутреннее, что мне надо ехать в народы. Вот надо ехать в народы. Куда, не знаю, но знаю, что надо ехать в народы. Это великое поручение Христа, чтобы Евангелие было проповедано по всей земле, да? По всей земле, да. Но тут дело в том, что вы понимаете, что есть люди, которые призваны исполнять это поручение у себя на родине, у себя в городе. Но я вдруг осознал, что мне надо выехать, мне надо ехать куда-то, в какую-то страну. И куда ехать? Вот вопрос. Сразу, естественно, вопрос. Куда ехать? Постепенно, молясь об этом, вот пришла идея, пришла мысль позвонить одному моему знакомому, миссионеру, который имеет работу и в Египте, и в других странах библейской школы. Я ему позвонил, я говорю так и так, что у меня есть желание ехать. Может, как-то мы с тобой будем сотрудничать. И он меня пригласил в Египет. Он говорит, я буду через несколько месяцев в Египте. Ты приезжай, и мы просто с тобой пообщаемся. Ну, и через какое-то время он мне звонит и говорит, что, а что ты так просто приедешь? Приди, приедь, да уже и поучи. Вот, и я приехал, первый раз я приехал на неделю, вот, я учил в библейских школах, и я начал осознавать, понимать, что вот именно это место, Египет, вот, Сирия также, вот, окружающие страны, в общем, арабский мир – это то, к чему меня Господь призывает. Светлые гости на Светлом радио. Светлые гости на Светлом радио Мы по дороге долго шли с тобой, нарисовав рассвет. Стоял герой с протянутой рукой, другой зажав перерет. Мы слепо шли на ложные огни, идем наш рулевой. Горят в страну, в которой нет любви, а солнце за гормой. Ты кричала мне постой. Кричала мне постой. Кричала мне постой. Ты кричал мне постар. 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 Кричала мне, постой Кричала мне, постой Кричала мне, постой Светлые гости на Светлом Радио Поделитесь немного о специфике христианских церквей в этой стране Вообще Египет это как другая планета Вы знаете, для нас, для украинцев, для европейцев Я не говорю про Египет курортный Я говорю про самый настоящий Ну даже курортный, тоже другая планета Вот, то есть другое все Другая культура Другой язык Вот, другие взгляды Другие люди По-другому они общаются И христианство другое Тоже с другой музыкой С другим прославлением Все по-другому Все по-особенному Но особенный колорит есть, конечно же В этом христианстве Христианство в Египте очень древнее Конечно же, христиане, они нельзя сказать гордятся Но они ценят тот факт, что христианство в Египте очень-очень древнее Как по традиции известно, что евангелист Марк начал церковь в Египте Вот, и очень сильная была церковь в Египте Сильная была богословская школа там Много отцов в церкви были в Египте В том числе Афанасий, который был защитником христианства Защитником триединства Вот, и Поэтому они это очень ценят Вот, они считают себя преемниками этого христианства Особенно копты, конечно же Вот, и чем еще отличается христианство от нашего Что больше единства там Разные деноминации Они находят общий язык И, конечно же, более ближе сотрудничают друг с другом, чем у нас, допустим А там разрешат проповедовать Евангелие на улицах? Нет, это запрещено законом В Египте есть свобода поклонения, но нет свободы совести Что имеется в виду? Если ты родился в христианской семье, то, пожалуйста, ты можешь поклоняться Иисусу Если ты обратился в христианство, ты буквально можешь поплатиться жизнью Потому что есть радикалы, которые, ну, буквально могут лишить тебя жизни Поэтому они в основном собираются в домашних церквах, подпольно У нас есть телефонный звонок Татьяна, мы вас приветствуем Здравствуйте Добрый день Я бы хотела задать вопрос Пожалуйста Владимир Как мы понимаем, что в Египте там опасно И когда вы женитесь, вы на этом закончите свое служение Или заберете всю свою семью в Египет? Спасибо за вопрос, Татьяна Я пока не женился, поэтому я, собственно говоря, и честно, и не думал об этом Вот Ну, я думаю, что одним из условий Или как это лучше сказать, не условия, а требования, тоже неправильное слово может быть Ну, что будущая жена, невеста, чтобы она была готова к тому, что придется куда-то выезжать В какие-то вот такие вот страны Ну, а Господь, я думаю, защитит и позаботится Действительно, трудно найти слово, которое бы это выразило Ну, для меня самое главное, это исполнить то предназначение, которое имеет Господь И семья, она создается ради предназначения И потому что Писание говорит, что жена, она помощница Я была помощницей Адама В чем помощницей? В том призвании, в том деле, которое Господь предназначил для мужа, для Адама Поэтому, если нет дела, нет призвания, то зачем мы помощницами? Наверное, нужно, чтобы ваша подруга была очень смелой женщиной Потому что нужно будет ездить в далекие страны, а даже в европейских, есть свои особенности С одной стороны, я ей благодарен Богу, что я сейчас не женат, потому что, когда у тебя семья, когда у тебя дети, это как развернуть огромный Корабль Да, развернуть корабль Или автобус такой большой Да, а я один, я в любой момент, я собрал вещи, чемоданчик, и все, налегке, я могу путешествовать куда угодно С другой стороны, конечно же, если так, я верю, что Господь даст мне, конечно, спутницу Ну, он и ей даст благодать, и ей даст желание служить вот в этих странах Я так это вижу Хорошо, давайте вернемся к служению в этих странах Вы поддерживали христианские церкви в Египте Каждый регион нуждается в определенном откровении от Бога и в определенном слове поддержки В чем именно больше всего нуждаются египетские церкви сегодня, в это время? Дерзновение духовное, дерзновение поверить, что Египет снова станет христианской страной Потому что иметь такие корни христианские, иметь, ну, такую традицию глубокую христианскую Вы знаете, я верю, что Бог не поставил крест на Египте И вот это вот духовное дерзновение поверить, что снова Египет проснется, что снова Египет оживет Что вот это вот, знаете, как в Писании говорит, что даже пень сухой, когда он почувствует воду, он начинает пускать свежие ростки И вот так и здесь, вот христианство в Египте, как вот обрубленный пень, ну, корни глубокие И я верю, что египтяне осмелятся верить в то, что этот пень снова пустит ростки и снова придет жизнь в Египет, в эту пустыню Есть люди, которые по всему миру молятся за Египет, вы знаете об этом, так? Вы также начали молиться за эту страну? Конечно, тем более я возвращаюсь туда Вы туда возвращаетесь? Да, я возвращаюсь, вот буквально на следующей неделе уже, на пять месяцев я туда еду Вот, и, конечно же, молюсь за Египет, потому что без молитвы ничего не будет Светлые гости на Светлом радио Есть телефонный звонок, кажется, из-за пределов Украины Джонсон, мы вас приветствуем Добрый вечер, Володя Добрый Я очень, конечно, сам родом из Африки, я очень, я в восторге, что действительно есть миссионеры, которые Бог посылает именно в Африке Это самое тяжелое поле для евангелизма, для евангелизма, мы все об этом знаем И такой вопрос, Володя, на каком языке вы там учитесь, вот, людям? Спасибо за вопрос Я преподаю на английском языке, вот, и меня переводят На арабский язык А желание выручить арабский? Вот у меня есть в планах эта цель, вот, я уже нашел, собственно говоря, и преподавателя И по возвращении мы будем заниматься еженедельно, два раза в неделю И моя задача, конечно, выучить язык, потому что для того, чтобы знать сердце народа, нужно знать язык народа Светлые гости на Светлом радио У нас в гостях Владимир Каратаев Я уверена, что вы уже все захотели в Египет, уважаемые слушатели, вместе с ним принимать участие в проповеди Евангелия Тем людям, которые еще никогда не слышали о Христе Владимир, вы упомянули, что Египет, если смотреть христианской точки зрения, ну, их еще с поглядой христианства, является духовной пустыней 10% верующих среди небольшого количества населения, это очень и очень мало Говорят, что Украина, это совсем другой регион Вы поездили также по городам Украины, то есть вы, в принципе, знаете, какая здесь ситуация Можете провести какие-то параллели? Или, возможно, у вас есть слово, которое родилось во время вашей проповеднической деятельности в Украине? Во времена Иисуса Христа во всем мире жило 250 миллионов человек То есть население Земли составляло 250 миллионов человек Это число удвоилось аж к 16 веку, то есть ко временам Лютера население Земли стало 500 миллионов человек И чем дальше, тем быстрее и быстрее население Земли стало расти 100 лет назад, всего лишь 100 лет назад, население Земли было 1 миллиард 750 миллионов человек Сейчас мы приближаемся к 7 миллиардам. Вот в октябре или в ноябре будет 7 миллиардов. Представьте, сколько людей родилось за 100 лет. И, к сожалению, этот рост, этот взрыв демографический, он происходит не в христианских странах. Он происходит в самых недостигнутых районах земли. Это Китай, Индия и мусульманский арабский мир. Там, где по 8-9 детей в семье. Совершенно верно. И моя вера, я верю так, что предназначением Украины, которая так много слышала Евангелие, в которой так много проповедовалось слово за последние годы, я верю, что предназначением Украины как раз является то, чтобы посылать миссионеров в эти регионы, в самые недостигнутые регионы, и идти как миссионеры. Владимир, огромное спасибо за то, что вы нашли возможность между поездками при такой активной жизни зайти на Светлое Радио. Мы будем ждать вас через 5 месяцев с сообщением о том, как прошла ваша поездка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Твоя молитвенная и финансовая поддержка позволит светлой волне войти во многие дома, принести надежду и радость миллионам людей. Стань частью нашей радиокоманды! Субтитры подогнал «Симон»!